МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грамота проникает в наши края одновременно с появлением русских на сибирских землицах. Однако долгое время школ никаких нет, иркутяне предпочитают обучать своих детей на дому. В начале XVIII века чувствуется острая нехватка грамотных специалистов для дипломатических, хозяйственных и административных дел. Тогда же начинают открываться первые школы. Но до того времени, пока иркутская система образования станет логичной и стройной, еще очень и очень далеко. Но не будем забегать вперед, все по порядку. Реформы энергичного и неукротимого Петра I докатываются и до далекой Сибири. И эту глухомань всевидящее око первый российский император смог обозреть. В 1725 году по специальному указу Петра I открывается первая школа. Не в Иркутске, правда, в шести километрах от него. Школа вполне практичного характера. России надо было развивать торговлю с соседними странами. Для того и грамотные люди понадобились. Самая первая школа открылась на территории Вознесенского монастыря. Она была первой не только для Иркутска, но и для всей восточной части Сибири. Называлась эта школа Мунгальской. Самым важным тогда для Сибири считалась подготовка переводчиков с китайского и монгольского языка для более успешной торговли с нашими ближайшими соседями. Чуть позже при этой же школе была открыта школа для обучения крестьянских детей грамоте. А в 1798 году еще и так называемая рисовальная школа. Во главе монгольской школы Иннокентий Кульчицкий – первый иркутский епископ. Через 12 лет он решает преобразовать школу в латино-русскую. Видно, неразумным и сложным показалось изучение чужих языков, когда родной-то не очень разумеешь. В школу принимают детей церковнослужителей. С высших чинов берут по 50 копеек в год, с певцов и пономарей по 10 копеек. Образование это было обязательным. Если кто-то из священнослужителей не отдавал своего ребенка в школу, то должен был заплатить штраф – 15 рублей. Сумма по тем временам немаленькая. На 2 рубля можно было купить 3 коровы. А после уплаты штрафа все-таки отдать ребенка в школу. Школа готовит чтецов, певцов и знатоков церковного устава. Естественно, что большинство воспитанников становятся служителями церкви. Так что первые грамотные люди губернии Иркутской – церковнослужители. Именно они, отучившись в школе, учили потом не бесплатно, конечно, детей чиновников, а впоследствии и крестьянских детей. В конце 50-х годов школа была перенесена из монастыря в Иркутск в архиерейский дом. Она послужила базой для открытия в 1780 году духовной семинарии. Эта семинария открылась в соответствии с указом императрицы Екатерины Великой. Она находилась полностью на государственном содержании. Семинария стала первым в Иркутске общеобразовательным учреждениям. Для семинарии специально построили каменное здание, которое находилось неподалеку от московских пород. Самое интересное, что в духовной семинарии изучали 43 предмета, среди которых было даже сельское хозяйство. А также китайский, маньчжурский, монгольский языки, языки и диалекты сибирских и северных народностей. Это неудивительно. Иркутскую духовную семинарию часто называли «центром миссионерства в Сибири». Сибирь, как только еще осваивающийся регион, нуждался в миссионерском развитии. Поэтому в Сибирь первоначально с центральной части России отправляли священников, но позже их стали готовить уже на месте. Этому служили различные заведения, в которых их готовили. Одним из них как раз таки и была Иркутская мужская семинария. До середины 50-х годов 18 века в самом Иркутске не было ни одной школы. Императору сообщают, в городе от купечества школ никаких не учреждено, и он их не состоит. А обучают своих детей словесно-грамоте у разных, а особенно у духовных чинов. Император подумал, измерять и межевать земли в Сибири надобно, судоходство развивать. Посему Сенат постановил в двух городах российских, в Иркутске и Нерченске, открыть навигацкие школы. В 1754 году в Иркутске для практических нужд была открыта навигацкая школа. В ней готовили разных специалистов – топографов, геодезистов, штурманов – для работы в основном на севере и на Дальнем Востоке. Это была довольно-таки известная школа не только в нашей губернии, но и в России. Вот несколько интересных фактов. В том же 1754 году сюда указом Сената из Петербурга была перенесена единственная на тот момент в мире школа японского языка. В Иркутске было 15 учеников навигацкой школы и 7 преподавателей японцев. Своё первое испытание выпускники Иркутской навигацкой школы прошли при первом посольстве в Японию в составе Брига «Святая Екатерина». В школах полагалось обучать геодезии и навигации детей чиновников, а также дворянских, сын боярских, морских, адмиралтейских, солдатских и казачьих сыновей. Отправили трёх учителей в Иркутск, и навигацкая школа в городе, где не было, впрочем, выхода к океану, была открыта. В середине 50-х годов 18 века в навигацкой школе обучается 32 ученика. Ученики получают жалования, говоря современным языком стипендию. Те, кто учится арифметике, получают по копейке в день и 36 фунтов муки в месяц. Те же, кто обучается лишь чтению и письмо, получают по полкопейки в день и по 30 фунтов муки в месяц. Ученикам приходилось затягивать пояса потуже, потому что жалования и провизии едва хватало, чтобы не голодать. Но уже к концу 50-х годов 18 века жалования становятся 6 рублей в год. Выпускники навигацкой школы становятся переводчиками, штурманами, ходят в секретные экспедиции. При острой нехватке грамотных людей назначаются не только по специальности, но также по горной, канцелярской и даже медицинской части. Учеников, не окончивших в школу, непонятных и нерадивых, назначают солдаты и казаки. Так что уже в 18 веке у детей возник выбор – либо учись, либо в армии служи. Отчерки, тонкие или волосные штрихи нужно вводить смело от нижней до верхней линейки одним быстрым взмахом руки. Толстые же палочки или нажимы должны быть равномерны, донизу, без остроконечных начал. Причем напоминаю, что их нужно писать медленно и старательно. У меня уникальный документ из прошлого. Издан он в 1895 году. Это полное руководство к изучению каллиграфии. Как гласит надпись, с помощью этого руководства можно было превратить в короткое время заочно самый дурной почерк в правильный и блестящий по красоте. По системе профессора каллиграфии, члена Парижской и Брюссельской Академии Искусств. Это руководство предписывало, как нужно писать буквы русского алфавита. Кстати сказать, перепечатывание этих писем строго наказывалось законом. В начале 19 века в школьном деле происходит некоторое оживление. Издается новый устав, где учреждаются школы трех типов – гимназии, уездные училища и приходские училища. В 1805 году происходит важное событие – открывается Иркутская губернская гимназия. В гимназии преподается логика, российская словесность, история, география, статистика, математика, немецкие и латинские языки, рисование и танцы. Через 10 лет директором гимназии становится Петр Андреевич Словцов. И за эти годы гимназия переживает свой расцвет, очень быстро заслуживая звание самой лучшей гимназии в регионе. Вообще гимназия должна была готовить учеников к дальнейшему поступлению в университеты. Но также, поскольку учебный курс гимназии был очень хороший, то после окончания гимназии можно было уже заниматься каким-то конкретным делом. Для этого в гимназии преподавались различные дисциплины. Особенный уклон делался на предметы естественно-научного цикла, на математику, на физику, на языки. Обязательно были немецкий, французский, латинский язык. Именно в Иркутской гимназии очень большой уклон делался именно на рисование. То есть и на рисование в некоторые годы приходилось в два раза больше часов, нежели им полагалось по расписанию. Учиться в гимназии, видимо, было делом сложным. К примеру, в 1823 году здесь учились 52 ученика, а кончили же курс всего три человека. Зато выпускники гимназии – люди особые. Иркутская мужская гимназия была одним из самых дорогих учебных заведений России. Но зато и образование было таким, что выпускники с легкостью поступали в российские университеты, даже в столичные. Кроме всего прочего, гимназия становится культурным центром жизни нашего города. Здесь проходят выставки, устраиваются балы, музыкальные вечера, также ставятся спектакли задолго до появления в Иркутске стационарного театра. При пожаре 1879 года здание гимназии сгорело. На его месте было построено новое. А уже в начале 20-го века еще одно рядом. Оба эти здания до сих пор верой и правдой служат нашему городу. В первом находится Иркутский авиационный техникум. Во втором – одном, наверное, из самых известных зданий в нашем городе – Иркутский художественный музей. Иркутский авиационный техникум. При гимназии находился музей с ценными коллекциями – минеральный кабинет, раковинный кабинет. Огромная по тем временам библиотека с тысячью экземплярами книг на разных языках. Одна из особенностей гимназии – знаменитые ее выпускники никогда не забывают о ней. Стены классных комнат и коридоры украшали работы известных мастеров, подаренные гимназием. В 1876 году Сибиряков прислал скульптуру Иван Грозной работы Антокольского стоимостью 3,5 тысячи рублей. Позже подарил картины работы Айвазовского. В Иркутских учебных заведениях и в частности в Иркутской гимназии проводились многие культурные мероприятия, проводились спектакли. То есть ученики гимназии сами ставили спектакли, потому что из того круга литературы, который разрешал читать, это была литература, как правило, русских классиков. И вот по этим самым русским классикам ставилась спектакли Иркутской гимназии. Иркутской гимназии В 1815 году в Иркутской губернии был открыт ряд приходских училищ. Они были открыты по инициативе директора Иркутских училищ Словцова и при поддержке губернатора Трескина. Таких училищ не существовало даже еще в самой России. Учителями в эти училища были назначены лучшие ученики духовной семинарии. Они приступили к работе под личным наблюдением Словцова. Всего в Иркутском и Нижнеудинском уездах было открыто 16 приходских училищ. Приходские училища, все по тому же новому уставу, имеют цель удоставить детям земледельческого и другого состояния сведения им приличные. Сделать их лучшими, дать им точные понятия о явлениях природы. Открываются они при церквях и монастырях, приходах. Отсюда и название – церковно-приходские. Для скорейшего обучения грамоте в училищах применялась ланкастерская методика. Она состояла в том, что учитель занимался только сильными учениками. Те же, в свою очередь, обучали менее способных. Для обучения по этой методике были выписаны специальные приборы и принадлежности. Словцов сам объяснял учителям суть методики. Говорят, что успехи учеников были весьма и весьма неплохими. К учителям всегда было отношение особое. Они считались людьми учеными, зато их и уважали. Надо сказать, что нашему краю очень везло на учителей. Это касалось даже и домашнего образования. Вспомнить хотя бы декабристов. Многие из них становились частными учителями. Были и другие ссыльные люди, свободолюбивые, мыслящие, умные, образованные. Закон Божий преподает ученикам местный священник. Чтение, письмо, арифметику – учительница, часто из приезжих. В деревнях в такие школы отдавали либо самых старших, либо самых одаренных детей. Так что в небольшой деревне в приходской школе учеников было не более 12-15. Строились школы по одному типу – большой дом, в котором одну часть занимал класс, в другую – комнаты для учительницы. Уездные училища учреждались для того, чтобы открывать детям различного состояния необходимые понятия, сообразные состоянию их и промышленности. Открывались ремесленные и промышленные училища. Ремесленные училища готовили специалистов рабочих специальностей – плотников, каменщиков, скалеров, сапожников. Выпускники же промышленных училищ определялись, если можно так выразиться, как специалисты среднего звена. Если перекладывать все на современные нормы, то это был человек ниже инженера, но выше рабочего. Одно из самых известных тогда училищ – промышленное. Ныне – знание биологопочвенного факультета университета. Образовано оно было из училища технического. Мальчиков обучали разным техническим профессиям, нужным в регионе, большей частью горному и золотопромышленному делу. Содержалось оно на средства городского общества и частные пожертвования, большей частью купца Трапезникова. На атике здания были начертаны слова – памяти Никанора Трапезникова. Никанор Петрович Трапезников, известный иркутский купец, меценат, завещал часть своего капитала на развитие образования. Именно на его деньги сестра Портная и племянник Владимир Сукачев открыли промышленное училище. Во дворе училища были мастерские, в которые было проведено электричество, установлен паровой двигатель и станки, выписанные специально из-за границы. Позже, уже в начале 20 века, при училище было открыто небольшое учебное чугунно-литейное производство. Интересный факт. Многим позже, уже в советское время, на базе этих мастерских был открыт станкостроительный завод. Вот уж поистине не скупились в 19 веке на образование. За благонадежностью учителей гимназий и училищ строго следили. Учителя давали подписку о непринадлежности к тайным обществам. Каждый месяц смотрители училищ представляли своему начальству сведения о неблагоповедении преподавателей и других чиновников, близких к школам, а также учеников. В Иркутске в 19-18 веке очень сильно была развита традиция именно благотворительности. Поэтому в городе Иркутске очень многие учебные заведения были основаны и открыты на капиталы иркутских меценатов. В частности, очень большое внимание уделялось детям из небогатых семей или детям-сиротам. И создавались различные серопитательные учреждения, как то серопитательный институт имени Елизаветы Медведниковой, Мариинский приют, Александрийский приют. То есть все эти учебные заведения, где могли получить образование дети из бедных семей, либо сирот. Иркутске в 19-18 веке рассказать о Кладищевском училище. Почему она Кладищевская? Это связано, в первую очередь, с семьей Сибирякова, так как Антонина Кладищева являлась средней сестрой Александра и Иннокентия Сибиряковых. Умерла Антонина Кладищева рана в 22-летнем возрасте, оставив после себя очень большое наследство. Это доходы с Приобоженского и Тимского прииска. И это наследство было поделено между братьями и ее супругом. Александр Сибиряков в память о своей раноумершей сестре решил средства, полученные в наследство, направить на строительство училищ имени своей сестры. Поэтому все училища, которые открывал Александр Сибиряков после ее смерти, они и назывались Кладищевскими. И одно из училищ было принято им решение построить на месте сгоревшего Преображенского приходского училища. В течение года ведутся переговоры с архитектором. Тщательно выбирается место для строительства, видимо из-за последствий пожара 1879 года. Строительство идет достаточно быстро. В школу заказывается мебель, формируется штат учителей. В сентябре 1882 года школа открывается. К учебе приступает 80 детей, 40 мальчиков и 40 девочек. Обучение было бесплатным. Дети, которые получали здесь образование, они учились 3 года. Девочки учились в женском отделении, мальчики в мужском отделении. И получая образование за 3 года, полностью будучи на бесплатном обеспечении, дети получали еще навыки ремесел и рукоделия. То есть это было уже как бы с профессиональным направлением. Образование с профессиональным направлением. Их было несколько, этих училищ, не только в Иркутске, но и в Иркутской губернии, а также на приисках. То есть на тех приисках, которые приносили доходы. Сибиряковы смотрели далеко вперед, очень далеко вперед, и понимали, что безграмотное население, оно и работает, в общем-то, безграмотно. А прииски, они когда-нибудь все-таки заканчиваются, и придется производить изыскания уже более совершенными и современными средствами. Для этого нужны, конечно, образованные люди. Почетными блюстителями училища назначаются Александр Сибиряков и его сестра Анна в замужестве Климшина. На средства попечителей устраиваются новогодние елки с подарками и обедами для учеников. На свои деньги Анна Михайловна одевала, обувала и кормила учеников из бедных семей. В 1897 году Анна Михайловна подарила школе волшебный фонарь – прообраз современного кинопроектора. Вещь по тем временам весьма редкая и недешевая. Кроме этого, богатую коллекцию картин и 600 рублей. КОНЕЦ О том, что это училище было востребовано и было достаточно положительно, охарактеризовано властями не только Иркутска, но и властями Российской империи, говорит то, что будущий император, наследник Николай I, который посетил наш город в 1891 году, посетил это училище и оставил очень лестное замечание, даже не замечание, а лестный отзыв, который говорил, что нахожу это училище весьма блестящим, а навыки рукоделия очень замечательными. И училище, которое было основано еще в конце 19 века, можно, в общем-то, говорить, что полностью, в столетии, даже с небольшим столетия, было учреждением инообразовательным, потому что даже после революции здесь находились образовательные учреждения. Уже в новом веке в отреставрированном здании был открыт музей истории города Иркутска. В 1725 году в Иркутске была открыта первая школа. С тех пор прошло почти три века. Многое изменилось с тех пор. Иркутское образование стало достаточно качественным, демократичным и немного нехарактерным для отдаленного провинциального города. За свою длительную историю образование в Иркутске сформировало новый тип людей, которых с давних пор с гордостью зовут сибириками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова